Поле обладает массой Которую он создает Извините, зрительное Видение того, что мы видим И которое мы строим Попредметно Оно отличается от того, что происходит В пространстве, даже глаз не видит Той материи, которая вокруг нас окружается Атомарная материя Это все хорошо Материя обладает кинетической силой Подождите Пока про массу Давайте про массу Давайте Вот поэзию в сторону откладываем Вот есть Объект Он создает поле Вот мы можем разделить Вот это вот Объект, допустим Килограмм вещества Какого-то А вот это окружающее его поле Мы можем Отличить одно от другого Вот объект тела Называемый магнит Так Мы сейчас не будем углубляться И рассматривать именно здесь Положение и структура И направление именно Электрона и позитрона Которое и образует Собственно Магнитное поле Называемое То есть структурирует Атомную Окружающие Окружающие атомы Таким образом Чтобы мы это фиксировали Как магнитное поле Мы можем отличить магнит От поля Создаваемого магнитом Вопрос Ворачиваюсь к вашим тезисам И вашему сказанному Взаимодействие между двух предметов Не может базироваться На безмассовой материи Подождите Роман Вот давайте Не имеет массы Не имеет материи Роман Давайте А что тогда А что тогда Находится Между двух магнитов Которые сейчас Структурировались И не дают Хж Роман Вот давайте Подождите Давайте сосредоточимся Вот Вот Возьмите Возьмите Один магнит Вот сначала Один магнит Возьмите Вот вы Габарит этого объекта Магнита видите Где кончается магнит Да Вот у него есть поверхность Там у границы раздела Определенная Поверхность Вот То что внутри этой поверхности Это магнит А то что снаружи Это поле Вот мы можем Поле из чего? Нет Подождите Это второй вопрос Мы можем сосредоточиться Нет Это снова Нет Мы можем Вот на данном этапе Сосредоточиться Нельзя Нельзя Называть Структурированное Пространство Из атомов И молекул Которые здесь Сейчас вокруг Безфункциональным Названием Поля Роман Подождите Вот мы на данном этапе Можем сосредоточиться Чтобы отличать Сам магнит От его Окружающего поля Так об этом Даже и нет Разговора Вот В смысле Нет разговора Можем? Хорошо Ну Так об этом То нет Даже разговора Зачем говорить Об элементарной Вечне Я говорю Об структурированном Пространстве Которое сейчас Не фиксирует вас Но я могу Это зафиксировать Приборами Роман Подождите Давайте Вот Поэтапно Шаг за шагом Вот у нас есть Магнит То что внутри Его Как бы Поверхности Это магнит А то что снаружи Это поле Когда вы говорите Что поле Имеет массу Это может означать Только одно Что то что снаружи Магнита Находится То имеет массу Вот я спрашиваю На основании Чего вы пришли К такому выводу? Опять же спрашиваю Опять же Спрашиваю Вашим же словом Взаимодействие Взаимодействие Между телами Обладающими Массой Не может То есть Не может Происходить Без массы То есть Массы Передачи Это постулат То есть Постричь Это постулат Это ваш постулат Это Нет У меня такого постулата Не было Вы что то Невнимательно слушали Я То есть Либо вы сейчас Говорите Почему На каком основании Вы снарядили Поле массой Либо Мы принимаем Этот тезис Как фантастический И откладываем Его на полочку Хорошо Я вам еще раз Задаю вопрос Жень Отвечайте Вы не отвечайте Мне вопросом На вопрос Вы отвечайте На то Что Уже поставили Вопрос Я понял Вы спрашиваете Для того чтобы Ответить вам Мне нужно знать Что для вас Является полем Это Вот уже Ни о чем Либо вы отвечаете Либо Это демагогия Это демагогия Вы Вы Озвучили тезис Что у вас Поле Имеет массу Это ваш тезис Я вам намекаю Что он несостоятелен Прошу Привести Аргументы Вы Мне Не аргументы А какие там Вопросы Тогда Тогда мы Просто Я вам Смотрите Я вам сказал Что поле Обладает Массой Потому что Поле состоит Из конкретной Атомарной Структуры Так То есть Атомарная Среда Атом Обладает Массой Это лозунг Вот за рамками Вашего магнита За контуром Вашего магнита За поверхностью Вашего магнита Находится поле Которое не состоит Из атом Атомированных Чего вы там Перечислили Вы Вы даете Легенду Что там Какие-то Атомы Хорошо Причем Здесь легенда Не надо Вот сейчас Бросаться Словами Тут Это не легенда Любое Взаимодействие Которое Мы фиксируем Физическим Предметом Даже Проводником Оно Осуществляется С помощью Массы Мы называем Полем Я Роман Вот давайте Прошу Сосредоточиться Вы сейчас Говорите Об объекте Который Находится Вокруг Вашего Магнита Не Структуризации Протона И Нейтрона На расположении В пространстве Легкого Водорода Это и есть Магнитное Поле Магнитное Поле Значит Фиксирующее Нашими Предметами Магнитное Поле Это Легкий Водород Это Расположение Атомов Протона И Нейтрона А в частности Непосредственное Расположение Их По Квантовой Пульсрации Замечательно В вакууме Магнитное Воздействие Передаются И Насколько Там Легкого Водородиста В вакууме Хорошо Тогда Такой Вопрос Не Надо Менее Вопрос А Вопрос Я Что же Не могу Все Рассказывать У меня Есть Конкретный Физический Эксперимент Опыт Я могу Предоставить Видео Где Зафиксированный Электромагнитный Передачи То есть Электромагнитные Воздействия Как Стандартные Так Косветовые При Наличии Атомарной Структуры Все это Было Проведено В Курчатовском Институте При НИИ Министерство Науки И Образования Поэтому Вы Либо Сейчас Не до конца Понимаете О тех Опытах И тех Фактах Физики Которые Сейчас Делаются Либо Вы Просто Мне Не даете Их Сказать Я Роман От Атомарной Структуры В пространстве В вакуумизированной Колбе Изменяется Как Электромагнитные Свойства Так И световые Начиная От скоростей Заканчивая Непосредственно Их Кинетическими Силами Воздействия На предметы Замечательно Я вас Сейчас На предыдущей Ступеньке На те ступеньки Мы Может быть Пойдем Дальше На предыдущей Ступеньке Давайте Статус Предыдущей Ступеньки Закрепим Мы Разобрались Виктор Вы поймите Смотрите Прежде чем Давайте Перейдем В такую Спокойную Полемику Прежде чем Говорить О том Что Поле Даже я Прежде чем Сделать Такие Выводы И факты Я же Сначала Проверил На практике Есть Определенные Отклонения Да То есть Вы Заявили Однозначно То есть Когда Вы мне Задали Вопрос Сказали Что В вакууме Не передается Электромагнитное Воздействие Я Сказал Что Вакууме Не передается Подождите Квадрат Расстояния Между Стандартные Между Предметами Электромагнитное Воздействие При Вакуумизации Он Уменьшается График Уменьшения Показывает Отсутствие По графику Наличие Определенных Атомов Водорода Плюс Дальше Если Вести Спектральный Анализ Именно Вакуумной Ковбы При наличии Каких-либо Там Химических Элементов И составов То можно Сделать График У нами Этот График Был Создан Мы Вывели Непосредственную Зависимость От Атомарной Структуры Конкретно Определенных Атомов И Свойствами Передачи Электромагнитных Воздействий Это Выведено Этот Зафиксированный Факт Сейчас Эти Документы Переданы В Московские Неинституты При Министерстве Образования В дальнейшем Сейчас С нами Проводятся Дальнейшие Испытания Дело В том Что Возможно Это Уже Кто-то До Нас Делал Эти Материалы До Нас Не Дожили Они Может Были Потеряны По тем Или Иным Причинам Не Будем Сейчас Называть Сейчас Мы Возобновили Эту Работу И Эта Работа Непосредственно Сейчас У нас Ведется Непосредственно С Баллистиками Которые Непосредственно Ведут Высчет Передачи Электромагнитных Волн Меж Орбитальных Станций Мы Непосредственно С ними Сейчас Ведем То В себе Их Непогрешности Вычислительные И тому Прочее То есть Можно Каждый Поговорить По отдельности Это было бы Более Интересно Я к чему Вам говорю Да При вакуумизации То есть Я хочу Чтобы Вы Знали Что При вакуумизации Возможно Вы знаете Но я не знаю Целенаправленно Вы сейчас Видите Этот диалог Или нет Но При вакуумизации Любой камеры Электромагнитные Свойства Начинают Изменять Свои Характеристики То есть Передача Электромагнитных Свойств Между Двумя Предметами Которые Фиксируются В стандартной Атмосферной Среде И вакуумизированной Они Имеют Непосредственно Кривые Изменения Все зависит От атомарной Структуры Которая Остается Или той Которая Заполняется Вот На базе Этого Была Разработана Именно В прошлом Году Как сказать Были То есть Были Выделены Средства Непосредственно На отработку Атомарной Структуры Для передачи Электромагнитных Воздействий На базе Этого Как раз Сейчас И делаются Все Системы Передачи Фиксации Корректировки Электромагнитных Процессов Связанные С передачей Межорбитальных Станций То есть Я вам Больше скажу Сейчас Непосредственно Мной Ведется Разработка Одной Системы Я не могу Сейчас Здесь Говорить Про На общественности Я конечно Был бы рад Поделиться Не просто Словами А фактами Этих работ Которая Непосредственно Связана С производством Именно Электромагнитных Приемников И электромагнитных Передатчиков Которые Были бы Основаны На той Структуре Атомарной Которая Находится Между Ними И Все эти Зависимости Сейчас Проявляются Работы Работы То есть У меня Группа Из 64 Человек Которые Связаны Непосредственно С этими Работами Поэтому Я вот Почему так Немножко Агрессивно Наверное Начал разговор Потому что Поле Надо Рассматривать То есть Взаимодействие Между Двумя Предметами Даже Электромагнитными Надо Рассматривать Как Атомарную То есть Без Атомов Не будет Ничего Даже Свет Не передается Электромагнитная Волна Так называемая Я корректируюсь Электромагнитная Волна Не передается В полном Вакууме Скорость Передачи Света Уменьшается Если мы Фиксируем Стандартной Окружающей Среде Стандартную Скорость Передачи Которая Равняется Согласно Стандартной Формуле МС квадрата Этого То При наполнении Данного Прохода То есть Непосредственно Передачи Электромагнитной Волны От Передачи Кооптоволокна И Приемника Я очень Знаком С этой Системой Потому что Еще 6 лет Назад Я занимался Разработкой Этой Системы Так что Виктор Вот смотрите Даже Если мы Будем Поверхностно Рассматривать Базовое Так называемое Базовое Гравитационное Поле Я думаю Вы прекрасно Понимаете О чем я говорю Сейчас И не будем Рассматривать Атомарное Воздействие Этого Поля То есть Непосредственно Атомное Взаимодействие А в частности Именно Электрона И позитрона В предметах Караг В биологических Так и в проводниках И не в проводниках То мы не сможем Тогда дать Физике И объяснения К базовому Гравитационному Полю А это Основа Что я вот Хотел сказать Вы перебивали Я понимаю Вы перебивали Тезисами Ну это Бог с ним Любое Взаимодействие То которое Мы называем Магнитным То есть Которое Отталкивает Предметы Притягивает Это уже Направленность Структуризации Но это Все Структурированная Атомарная Среда То есть Поле Которое Глаз Нас Не фиксирует Вокруг Предмет Даже Пусть Оно Будет Электромагнитное Это Непосредственная Атомарная Структуризация В ее Отсутствие Начинает Отсутствовать Поле Это Факт Научный Который Подтверждет Уже Институтами Роман Давайте Все-таки Вот вы Изложили Да Свои Представления Я понял Да То есть Вы Конкретно Что Зацепило Вы сказали Что Я сказал Что Поле Обладает Массой Да Мы не можем Поле Взвесить Потому что Это Всего лишь Структурированная Среда То есть Как взвесить Воздух В воздухе Ну как Как взвесить Воду В воде Мы можем Структурировать Воду Воду Водей Водей Воздействие На ее Атомы Вот Мы можем Структурировать Воздух В воздухе То есть Непосредственно Создать Координацию Да Которую Фиксируют Все наши Приборы Которые Фиксируют Магнитное поле Земли С юг Север То есть Это Структуризация Структуризация По отношению Расположения Непосредственно В атомах Их энергонесущих То есть Это Плюктуации Именно По электрону И позитрону Что такое Допустим Вот Я почему Говорю Что нельзя Рассматривать Электромагнитное поле Не зная Физики И ее основы Потому что Сам процесс Вот почему Здесь север А здесь юг Почему У нас Здесь идет Отталкивание А здесь Притягивание Не понимая Основы Физиков Физики На атомарном Уровне А непосредственно Поведение Именно сил Которые Это Создают Сил Обладающей Массой Мы не сможем Дать конкретного Объяснения Что такое Поле Я не говорю Чтобы я Это все Знаю Или я Это все Проверил Но У меня Есть Определенная Информация Основанная На практике Которую Я бы мог Предоставить Возможно Она не Стопроцентно Правильна И возможно Будет еще В пределах Каких-то Лет Изучения Этого Будет ее Корректировкой Так и должно Но Но сейчас Есть материал Который Подтвержден На практике И который Подтвержден Классической Физикой То есть Квантовой Физикой И Атомной Физикой И вот Его Нужно Сейчас То есть Надо Сейчас Брать За основу Те материалы Которые У нас Есть Те материалы Которые Отработаны На практике Такими Великими Людьми Как Курчатов Вот Допустим Смотрите Если Мы Тут Видите Как Я понимаю Что У вас В голове Заложена Та информация И она Правильная Но Если Мы Допустим Возьмем Уравнение Максвелла Которое По сути Дело Это Всего Лишь Формальное Выражение Для измерения Электромагнитных Сил Но Оно Непосредственно Уравнение Максвелла Да и Было Взято Для того Чтобы Вывести Вот Эти Все Тезисы Которые Говорят О том Что Электромагнитное Поле Не обладает Ни массой Ни кинетической Силой Нет Обладает Кинетической Силой Обладает Электромагнитная Силой Если бы Кинетическая Если бы Электромагнитная Волна Или Электромагнитная Вот здесь Не обладала Кинетической Силой Мы бы Не смогли Сейчас С вами Разговаривать Мы бы Не смогли Передавать радиосигналы а радиоволна это непосредственно кинетическая сила электромагнитная передающие от атамок атом а то там окатом согласно вы хотя бы с этим со мной с элементарными вещами тогда если вы согласны то давайте включайте логику если такие элементарные вещи как даже передача в радио волны это кинетическая электромагнитная сила то значит магнитное поле все-таки обладает массы а значит это атомарное поведение дальше можно рассматривать глубину то есть непосредственно уже поведение атомах всех энергонесущих давно это уже на основании можно заключить это факт электромагнитное поле обладает как массы то есть и так и генетика естественно мы не можем взвешать воздух в воздухе или воду в воде но структурировать и придать кинетику понимаете в чем дело у вас есть представление о поле они очень такие своеобразное представление то есть вы хотите сказать что все материалы которые сейчас написаны в учебниках по электродинамике по квантовой механике это своеобразное просто представление вот я пытаюсь пытался вот в начале разговора зацепиться за что-то конкретное но вот вот когда мы начинаем говорить о чем-то конкретном у вас как-то мысли перескакивают нет это неправильно я говорю конкретно то есть вы сейчас передернули хорошо я передернул предположим вот давайте про конкретный момент вы начали логическую цепочку следующую строить что когда мы понижаем насыщение объема вещественной материи меняются свойства поля меняется и это не предположение это научный факт почему вы свою логическую цепочку не построили по например по такому принципу когда мы вакуум начинаем насыщать вещественной материей то вторичные эффекты на поле будут меняться почему я не строю логических цепочек я вижу на практике я вижу эту основу я об этом говорю как раз строить логические цепочки задача ваша ну вот вы вот ваша логика идет именно от той логической цепочки да и дальше вы однозначно я же я же вам почему застрел внимание он сказал что логика у меня на второстепенных ролях то есть сначала наука практика затем логический вывод у меня логика идет не оттуда а после эксперимента ну после эксперимента же тоже можно логический вывод либо логично сделать либо нелогично я же вам сказал что возможно это не то есть я где-то и не прав я же не сказал это я сказал что сейчас будет еще несколько лет изучения всего этого что те логические выводы которые сейчас я делаю на основании фактов это лишь всего лишь предварительный материал основаны только лишь на моих знаниях я же не могу знать всего поэтому я и хотел выстроить диалог таким образом чтобы предоставить вот этот материал не для критики а для именно логического анализа вот для базируемого на фактах физики для того чтобы мы друг друга начали понимать да вот нам надо три момента чтобы говорили как бы на одном языке но первый момент этот ну вы допускаете альтернативу там по этой логической цепочки до что от насыщение можно второй момент это масса поля третий момент я констатирую факт вам только что сказали что возможно два варианта да вы почему-то выбрали один ну потому что он вся вся моя методика анализа основана именно на первом я не могу перейти ко второму потому что я не могу мыслить пока не увижу это на практике вы это видите на практике но вы можете из того что вы увидите сделать два вывода один что свойства поля меняются отведение туда материи осязаемой вещественной и второй то что вы озвучивали почему вы именно на те рельсы встали вас логическая цепочка идет на понижение плотности и это приводит к изменению показателей поля ну разве это не факт непосредственно материальной составляющей поля вот я и говорю что возможно два варианта на данном этапе а вы какой второй я вам сейчас вот и вот и говорю что если мы видим физический факт что любое электромагнитное свойство зависит от плотности материи то это факт что поля именно идет кинетика именно этой материи и поля имеет иначе ты обладает и массой и всем остальным показателям а какой второй возьмите абсолютный вакуум взяли да вы знаете что природе не невозможно получить абсолютно вакуум теоретически вы ж хитрите вы ж хитрите я не хитрю я вот как сказать то вы можете не так быстро перепрыгивать смысле на мысль почему высказали абсолютный вакуум и вы же знаете что на практике невозможно создать абсолютного вакуума роман вы можете сосредоточиться мы можем поговорить об абсолютно вакууме или мы не можем о нем поговорить тогда не перебивайте меня пожалуйста потому что ворачиваясь к абсолютному вакууму это то же самое что ворачиваться говорить об абстракции по искривлению пространства возьмите туда два атома разместите это будет не абсолютно абстракция то есть это говорит роман а вы можете вот 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 абстрактно рассматривать модели или не можете давайте сосредоточиться на модели с двумя атомами я допускаю абстрактного представления но это опять же говорить о теории Эйнштейна зачем говорить о теории Эйнштейна давайте по факту давайте по факту только ну вот попробуйте тогда не перебивать если не можете сосредоточиться окей давайте так вот возьмите абсолютный вакуум возьмите объект обладающий каким-то полем да ну чтобы вам было ближе пускай будет магнитным или электромагнитным тогда ну хорошо не перебивая но абстрактно понимаете то есть когда я когда вы говорите что вот предмет обладающим полем я должен представить что такое поле а я знаю уже что такое поле это структуризация томатов на конкретного ну конкретно определенных протонов то есть их поведение их расположение в пространстве протона и нейтрона согласно и квантовым пульсациям а это физика то есть это можно объяснить на любых предметах показать то есть я вот уже не могу это ну вот взяли мы магнит в вакууме в абсолютном и на расстоянии один метр поместили тело пробная опытно опытный шар допустим один грамм это базовая стартовая ситуация дальше мы можем этот вакуум насыщать чем угодно у нас будут меняться показатели поля но стартовая ситуация это именно вакуум вы же берете обратную позицию почему именно это я это вы берете за основу это вы берете за кинетическое взаимодействие так то есть кинетическое взаимодействие значит участвует материя так подождите подождите это материя обладает и массой и кинетическими свойствами весом мы не можем взвесить ее потому что нельзя взвесить воздух воздух и воду в воде Роман эту легенду я слышал то есть во первых это не легенда вы не передергивайте это не легенда это обычный факт подтвержденный экспериментами и на базе которого созданы многочисленные электроприборы да и не только электроприборы возьмем любой прибор который измеряет электромагнитную составляющую земли то есть системотехнические приборы они все основаны на этом базе на этой базе так вот исходя из вашего вот это вот я буду называть это легендой извините пожалуйста но когда вы должны называть легендой всю квантовую механику и атомную энергетику замечательно Роман вот на базе вашей легенды получается что в вакууме между магнитом и телом это научный факт что в полном вакууме между предметами отсутствует полное магнитное взаимодействие электромагнитное взаимодействие это факт если вы будете его называть легендой то значит вы должны называть всю современную научную физику легендой особенно углубленную то есть которая изучает непосредственно взаимодействие на атомном уровне расскажите мне я понимаю прекрасно вашу позицию я прекрасно понимаю ваш авторитет но я думаю вам не позволительно называть такие вещи Роман расскажите мне пожалуйста поподробнее об этом факте вот пожалуйста вакуум один метр расстояния если говорить о теоретическом вакууме то тогда нужно говорить о теории Эйнштейна что не является доказательством вы сказали факт что у нас вакуум вакууме вакууме находящаяся между двумя предметами непосредственно формирует их взаимодействие называемое полем вы мне сказали сейчас что в вакууме у нас нет поля я сказал что на практике и в природе не существует вакуума понимаете Роман вот для того чтобы я вам что-то сказал вы должны дать мне возможность говорить ну так хорошо я согласен дать вам возможность ну то что соответствует как вы говорите логике то есть если в природе не существует абсолютного вакуума то и логически рассматривать абсолютный вакуум невозможно вы вы сказали что все рассуждения по поводу абсолютного вакуума они несостоятельны это рад второе я вам предоставляю конкретный факт то есть могу в графическом варианте то есть взаимодействие то есть между предметами то есть взаимодействие магнитное от базовой составляющей между этими предметами то есть атомарной структуры обладающей и массой и генетической силой это факт научный который задумывается в первую очередь это московским НИИ институтом и нашим Курчатовским на базе которого мы прологотили все эти исследования и уже они ведутся не одно десятилетие то есть что то есть изначально наш первый разговор был о том что я сказал что вы поле рассматриваете неправильно то есть вы ему приписываете то есть вы ему не даете те свойства которыми он в действительности обладает а это первоначально то есть если делать логический вывод он соответственно как логика будет правильным но он будет базироваться не на фактах научных соответственно он будет неправильным вот с этого у нас с вами начался разговор дальше пошла небольшая каша потому что я начал непосредственно переходить к физике процесса поля то есть что такое поле то есть что мы называем полем вы начинаете говорить приводить мне в вакуум я вам говорю что абсолютного вакуума в природе не существует то есть всегда будет оставаться атомарная среда которая и будет обладать этими кинетическими свойствами которые будут передавать магнитные воздействия второе вы перешли к теоретическому вакууму я не мог к нему прийти потому что что такое поле я сразу понимаю то есть у меня структуризируется все это второе третье если непосредственно неправильно рассматривать поле то есть если его рассматривает как не от тамарное взаимодействие я понимаю что можно еще глубже уйти и это было бы более правильное потому что что такое поле это атомарное воздействие А какое атомарное воздействие? Непосредственное взаимодействие между электроном и позитроном. На каком уровне это взаимодействие происходит? На квантовых пульсациях. Что такое квантовый пульсатор? Я думаю, вы прекрасно знаете. Это электрон. Что такое позитрон? Это антиквантовая пульсация, которая зафиксирована предметами. Мы знаем конкретно частоту этих квантовых пульсаций. То есть, если эту частоту базировать на основе уравнения Максвелла, то это всего лишь вычислительный метод по измерению магнитной силы или магнитных взаимодействий. Но конкретную частоту квантового пульсатора электрона мы знаем. Конкретную частоту антипозитрона мы знаем. Дальше присутствует третий феномен, который мы называем протон. Что такое протон? Это то, что мы фиксируем более высокие гармонические колебания, но с модуляционной частотой нашего квантового пульсатора. Это мы называем позитрон. И если эти взаимодействия рассматривать как правильно, как основу, то есть то, что они именно делают, именно физику их рассматривать, их взаимодействие, это и будет рассматриваться как магнитные взаимодействия. Это и есть магнитные взаимодействия. А если у нас любое магнитное взаимодействие основано именно на квантовом пульсации, и на квантовых пульсациях, а это непосредственная материя связанная, то значит и поле, которое мы называем, мы должны дать ему определение. То есть я могу дать поле определения. Поле – это квантовые взаимодействия на атомарной структуре. Или в атомах. Различные атомы обладают разными количествами электронов и позитронов, поэтому их взаимодействия и силы разные. Я могу дать это определение полю. Вы лишь даете определение полю, что оно не обладает маслом. На каком основании вы даете это определение? На том основании, что вы не можете взвесить воздух, 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 я буду в воде? Роман, ну вот вы высказались. Да. Всё. Понимаете, вы это уже сказали раза два, как минимум. Ну, потому что вы постоянно меня потом к абстракции тянете в обратную, а я уже не могу в абстракцию, но я готов выслужить вашу точку зрения теоретическую. Не основанную на практике, но теоретическую. Только давайте договоримся так. Вы меня не передёргиваете и не перефразируете мной сказанное. То есть только свои факты. Тогда я смогу молча выслушать. И, конечно, воспринять. Будет очень хорошо. Роман, ну вот как вот ситуация примерно такая. Сидят два человека. Один из них несёт чушь. Вот у нас разные же точки зрения, правильно? Вот один из них... Вы намекаете на то, что я с точки зрения позиции, науки и фактов проверенных несут чушь. На каком основании вы это заявляете? Я пытаюсь вам... На основании незнания физики процессов поля? Тогда так и говорите? Роман, я намекаю, что один из нас двоих несёт чушь. Я предлагаю выяснить, кто несёт чушь. Вот всё просто. Окей. Только я предлагаю с точки зрения науки и практики это выяснять. С точки зрения науки и практики. Да. А если с точки зрения логики, то давайте её основывать на практике и на науке. Замечательно. Вы озвучили один такой тезис интересный. Что? Я ещё раз повторю. Я не тезис, я факты говорю. Понятно. А констатация их может быть неправильная. Только не надо это называть тезисом. Роман, тут, по-моему, ваша претензия как бы ни о чём. Тезис это утверждение краткое. Как бы придавать ему статус какой-то. Оно не оскверняет никак интеллектуальное содержание. Я воспринимаю просто это слово уже немножко негативно. Тезис. Ну, бог с ним. Поправимся. Вы озвучили интересный тезис, что отсутствует поле в вакууме. И сослались на кучу институтов в связи с этим. Не сослался я на кучу институтов. Я сослался на те эксперименты, которые совместно я делал. Вот расскажите подробнее. Ну, подробнее. Была вакуумизирована определённая колба. До того уровня, который мы можем. То есть это минус 24 в десятой степени. То есть это максимально допустимое, что можно сделать в окружающей среде. Но это не означает, что там отсутствует полная тамарная среда. То есть после того, как было вакуумизировано, был проведён спектральный анализ. Спектральный анализ показал непосредственно наличие какого материала, то есть газообразного, то есть каких атомов газа там осталось. И какое их количество. То есть на базе этого, их количество. То есть сначала были проведены все электромагнитные измерения в стандартной окружающей среде, без вакуумизации. Они взялись за базу. Затем это было вакуумизировано. Был проведён спектральный анализ, который показал количество оставшегося там атомарной структуры. И были проведены уже после вакуумизации точно такие же электромагнитные измерения. График, который показал разницу, был перемножен на количество изъявленных в атомной структуре. И это было взято за основу. То есть в дальнейшем эти же эксперименты проводились ещё в нескольких лабораториях, где они были подтверждены. То есть график соотношения атомарной структуры и взаимодействия магнитного между предметами, он зависит друг от друга. То есть чем меньше атомарная структура между предметами, между которыми осуществляется магнитное взаимодействие, он пропорционален именно атомарной структуре. В результате график принял какой вид? Линейный. Полное отсутствие взаимодействия? До обнуления? Нет, полного нет, полного невозможно было отсутствие сделать. Потому что, я же вам ещё раз говорю, после вакуумизации был проведён спектральный анализ. Понятно, понятно. Да, то есть невозможно сделать... Понятно. До этого... На количество оставшихся материи было зафиксировано остаточное взаимодействие. То есть вот этот график был выведен. А само взаимодействие у вас какое было? Что у вас были? Какие объекты опытные? Электромагнитная передача цифрового сигнала. Первое. Второе было электромагнитная, именно кулоновская сила, то есть тяговая. А объекты какие были? То есть притяжение предметов удаления. Притяжение удаления? А что было объектами? Предметы находились два. Как постоянные магниты, то есть это намагниченные предметы, их взаимодействие фиксировалось, так и электромагниты. То есть и тот, и тот. Сразу, одновременно, в одном и том же вакууме проводилось два теста. То есть первый был с электромагнитами. Второй был уже с природными магнитами. То есть намагниченными предметами и их взаимодействием. Потому что электромагниты и природные магниты обладают разной как раз вот кинетической силой именно создания магнитного поля, структуризации его. Поэтому опыт был проведен с двумя вещами. Как с намагниченными предметами, то есть магнитными, так и создаваемыми. Это электромагнитами. Частоты передачи фиксировались согласно именно индукционным параметрам этих электромагнитов. То есть там все было точно рассчитано. Но факт остался один. Было зафиксировано именно графическое изменение электромагнитных взаимодействий между постоянными магнитами и электромагнитами. График был абсолютно один. Линейный. Он не кривой, он линейный. Но допустим, если возьмем стандартную плотность атмосферы, нашу, линей замерим. Затем проведем 50% вакуумизацию. Так вот на вот этот коэффициент передачи, то есть 50% вакуумизация, от допустимой возможности. Поймите. Да, да, да. И что 50% дала? Дала уменьшение на 50% магнитных взаимодействий. А ослабление дала на 50%? От минимальной вакуумизации. На 50% уменьшилось взаимодействие? А ссылочку можете дать? Нет, я эти материалы вам сейчас предоставить не могу. Но если вы сделаете официальный запрос от своего мнения, то я вам смогу его предоставить. Как он должен выглядеть? Вы можете произвольно написать, то есть от своей руки. То есть вы такой-то, такой-то гражданин, занимающийся тем-то темпом. Просите предоставить материалы по измерениям электромагнитных свойств в средах на моё имя. То есть если будет официальный запрос, то есть официальное письмо с подписью, то я вам предоставлю один измерений. Вы какую организацию представляете юридически? Я представляю организацию, юридически я представляю организацию компания СТХ Энерджи. Какая компания? СТХ Энерджи. А вы ссылались на Курчатовский институт? Вы мне эти данные предоставите? У меня нету. Да, у меня договора подписаны на определённые исследования здесь. Поэтому на основании материалов, которые сделаны по этим договорам, которые мне доступны, я смогу вам предоставить. Понятно. Дальше, в начале беседы, вы сказали, что согласны с представлениями о базовом гравитационном поле и с тем, что... Абсолютно согласен. Что остальные поля это вторичные эффекты на базовом гравитационном поле. Нет, с этим-то я абсолютно согласен. Я не согласен в том, что... Вы поймите, что один аспект, что у него нет... То есть любое гравитационное поле... Даже сам факт присутствия гравитационного поля в пределах атомарной структуры Земли говорит о том, что... Это кинетические взаимодействия, передающиеся через атомарную структуру. Это Ваша гипотеза? Ну, это да. На данный момент вот именно это. Это гипотеза. Согласен. Так. Но, опять же, если основываться на фактах проверенных, то как раз непосредственно атмосферные слои и изменение гравитационного поля согласно плотности материи, оно же пропорционально и все соответствует эксперименту. Лично еще раз задумался, что Вы сказали? Смотрите. Согласно расстоянию от Земли и согласно плотности материи изменяется ее как раз линейно график гравитационного поля. И тогда, где заканчивается материя практически, у нас начинает полностью отсутствовать гравитационное поле. То есть Луна у нас не притягивается, потому что там материя закончилась или как? Ну, еще раз повторюсь, что там абсолютного, абсолютного у нас не существует. Понятно. Понимаете, в чем дело, Роман? Вот Вы рассказываете свои представления, да, у меня сразу рисуется модель взаимодействия. Хорошо, я понял. Но тогда как Вы можете объяснить именно не линейный, а ступенчатый график именно базового гравитационного поля согласно удалению от Земли? То есть пересекая одну плотность атмосферы, даже радиосигнал. Я не говорю о баллистике, о запуске, который меняется, да, тягом. Вот. Даже о передаче радиосигнала. То есть почему при переходе резком из одной плотности в другую у нас резко меняется скорость движения электромагнитной волны? Роман, вот поле и волна... Ну, ведь Вам же это известно, и Вы же это все рассматриваете. То есть как это можно объяснить с точки зрения теории, если непосредственно не кинетической силой межнатомажных связей? Роман, про кинетическую силу... Вот я начинал предложение, да, Вы меня маленько сбили. Давайте, давайте скидить последний раз... Давайте к элементарному тогда вообще, ну вообще к элементарному. радио... Передача кинетической силы электромагнитной от одного предмета к другому. Вот. Сила, согласно стандартной формулы передачи кинетической энергии, то есть масса, скорость, у нас в частности, мы электромагнитную смотрим, то есть это частота, это скорость возрастания, да, то есть импульса. и передача сигнала с утиханием квадрат расстояния. Ну, разве это все не соответствует стандартному кинетическому взаимодействию на основании массы? Роман, вот давайте-то соответствует, похоже, не похоже, это не значит, что одно и то же. Нет, я не догмирую вам, понимаете, но у меня есть основания это догмировать уже, этот факт, который был не только проверен в радиопередаче, а непосредственно в лабораторных условиях Радиопередача и поле это разные понятия. Вот что, вот как, с одного вопроса на другой вообще, вот тут, давайте сосредотачиваться. Поле и электромагнитная передача, да, волны, это одна и та же физика, один и тот же корень. Оно все в одном учебнике лежит, но это разные понятия, поле и волна. Поле это определенная структурированная среда зафиксированная, а переменно изменяющаяся, мы говорим, волна, но это одна и та же материя, только в разной... Это согласно ваших замечательных представлений об этих явлениях, но по факту поле и волна это разные понятия. Это всего лишь разное физическое действие одной и той же структуры. Поле это жестко зафиксированная структурированная среда. волна это непосредственное движение этой структурированной среды, которая фиксируется приборами, как волна, но таковой оно не является. замечательное представление. Ну, ладно, я попробую все-таки продолжить мысль, которую я начал. Исходя вот из ваших представлений, из того, что вы озвучиваете, да, из того, что поле материально, в плане вещественное, вещественное, состоит, получается, тогда оно у вас из частичек легкого водорода или чего-то еще. Неправильно, не передергиваю. Я вам даже скажу, уточните, уточните. То есть, дал определение поля. Это структурированная атомарная среда, непосредственно Атомарная это состоящая из атомов? Именно тех атомов, которые находятся в этой среде, неважно, какие. Это основанная на квантовой пульсации электронопротонов. Когда вы произносите слово атомарное, это подразумевает, что там находятся атомы, да? Да, да, да. Что поле состоит из атомов. Убрали атомы, нету поля, добавили атомов, поле обувеличилось. Правильно? Да. Вы этот смысл вкладываете? Ну, так я этот не смысл, я говорю о факте. Вот. Вы вкладываете этот смысл и называете все это фактом. Я говорю, что когда вот вы такие вот мысли озвучиваете, Я не мысли озвучиваю, а факты, проверенные на опыте. Это вы мысли озвучиваете. Роман, как можно продолжать разговоры? Я говорю непосредственно о том, что структурировается атом за счет квантовой пульсации электрона и позитрона. Цифра, пожалуйста. Роман, нельзя предложение закончить, да, которое я начал. Логическую цепочку нельзя озвучивать. Вы... должна быть основана на физических фактах, а не на мыслях просто. Роман, я вас терпеливо выслушал 90% времени нашей беседы, я вас терпеливо слушал. Вы можете как-нибудь там вот закусить нижнюю губу и меня выслушать? А потом оспаривать, там не оспаривать, но дослушать. Окей. Так вот, когда вы озвучиваете вот эту вот свою гипотезу, которую вы называете фактами, я вижу следующее. Я вижу модель Вселенной, да, и вот взаимодействие, допустим, в рамках Земля-Луна. Если ваше поле, ну, а значит, это гравитационное поле, состоит из этих атомов, которые там структурируются, кинетически там чего-то передают, то это буквально выглядит следующим образом. Космический ветерок дунул, плотность понизила вот этого вашего поля, и, блин, Луна улетела, или надула побольше этого поля, поскольку оно материально, и Луна на Землю упала, у нас гравитация не только на Луну, у нас и Земля улетела, потому что вы в одном направлении сменили плотность поля. Я понял, вы упускаете тот факт структуризации, взаимодействия, вы как раз, вот у вас как раз из головы выпало именно взаимодействие, за счет чего структуризация происходит, и поэтому вы, для вас улетела, она жестко привязана к квантовой, привязана к чему? Привязана к пространству? Бозиками прибита, или привязана к Земле, и за нее держится, чтобы не улететь, или к Луне привязана, или ко всему сразу привязана? Вот, Виктор, это, вот об этом пробели знания, я и говорю, на основании которого потом делается неправильный логический вывод. Упущено, упущено знание именно, именно на квантовой основе. Знание о том, как поле крепится к Земле, упущено, как раз этот пробел и позволяет вам делать неправильный логический вывод. Ну, это ваше, ваше представление о сложившейся ситуации. Ну, я согласен. Но у одного из нас пробел, это точно. Ну, если, хорошо, если вы допускаете того, что вам не обязательно что-то знать, но вы можете сделать логический вывод, это и есть нарушение логики. Замечательно. Моральную сторону откладываем и погнали. Вы же, как бы, постигли эти знания. Расскажите, как эта структурированная материя, состоящая из атомов, которая называется поле, как она крепится к Земле и как она структурирована. Она структурирована обычным полем между собой или каким-то дополнительным полем. Ну, вот, взяли два атома полевых составляющих поля и вот эти два атома между собой крепятся чем? чтобы они заструктурировались полями или другими атомами? Квантовыми пульсаторами. Квантовые пульсаторы это тоже атомы? Это электроны. Так, электроны. дискретики. Это корпускула. Корпускула? Прерывный объект или непрерывный? Ну, вот, это корпускула. электрон. А что это? Электрон. Это это то, хорошо, подождите, вы дайте сказать, что электрон. Это то, что мы фиксируем приборами и имеющие частоту квантовой пульсации. Вот, чтобы я вас понял, вы мне должны сначала сказать. Вы должны мне сначала сказать, чтобы я вас понял. Я вам и объясняю. То, что мы фиксируем вот такую пульсацию приборами, мы это называем электроном. Я вас спрашиваю, пожалуйста, электрон габариты имеет? Поверхность имеет или не имеет? Это теоретический материал. Я говорю о практике зазирования. Вот я, пожалуйста, вы сказали мне сейчас, что у вас состоит поле из атомов. Эти атомы структурированы. Значит, они с друг с другом как-то крепятся взаимодействовать. Я спросил, чем они взаимодействуют? Вы сказали с электронами. Квантовыми пульсаторами. Вот. Для того, чтобы объяснить полностью все взаимодействие, мне нужно вам объяснить непосредственно половину квантовой механики. А это надо знать. Пардон. Пардон. Я вам задаю конкретные вопросы. Объект это ли не объект? Квантовыми пульсаторами. Вот квантовый пульсатор ваш это объект имеющий габариты или не имеющий габариты? Мы говорим об атоме, значит мы говорим о предмете имеющий габариты. Вот замечательно. Ваш квантовый пульсатор, соединяющий два атома, имеет габариты. И крепится он к соседнему атому габаритами или полем? Поверхностью или полем крепится? Пульсацией. Пульсацией. Пульсация это светлый образ. Крепится он полем или поверхностью? Это реальность. Это не светлый образ. Подождите, раз вы не знаете, у вас пробел, дайте сказать. Это непосредственно магнитное взаимодействие к эффективными приборами. То есть это взаимодействие на физическом уровне. На физическом? Вот оно у вас физическое посредством поля или посредством контакта поверхностей. Сознайтесь пожалуйста. Вот вы неправильно трактуете. Поле это всего лишь следствие этих пульсаций. Вот пульсации. Сознайтесь пульсации поверхности контакта или поля. Нет, вы опять не понимаете. Я понимаю. Подождите. Я понимаю больше того, чем вам доводилось думать. У вас пробел работы измерительных приборов. Вопрос. Как фиксирует прибор именно это изменение? Что происходит в датчике? Непосредственно в проводнике? Вот для того, чтобы вам это понять, надо объяснить, как это фиксирует прибор. То есть на основании чего фиксирует этот прибор? Вы на приборы не спрыгиваете. Мы говорим... Как это на приборы? Если мы не поймем, как мы фиксируем эту квантовую пульсацию и что это за фиксация, мы не сможем рассматривать квантовый пульсатор и именно квантовую пульсацию, мы и будем вот так говорить о гвоздях забитых в землю, которые прибивают поля и тому прочее. У вас есть светлый образ квантовой пульсации. Я вас спрашиваю, два атома, два атома полевых у вас крепятся между собой этой квантовой пульсацией, которая состоит. Она из чего-то состоит или не состоит? Я вам и хотел сказать, что такое квантовая пульсация, а это нужно говорить на основании работы приборов ее показывающих. Вот вы словами можете это озвучить к одним предложением? Да, это разделение протона от нейтрона. Разделение протона от нейтрона, оно у вас материально? Конечно материально. Так, состоит из дискретных объектов? Или из непрерывного? Дискретных. Дискретных. Между дискретными объектами, с которых оно состоит, есть расстояние? А чем оно заполнено? Так, ну опять тогда надо вернуться непосредственно к улоновским силам. Да, к атомной энергетике. Хорошо. Вот вы говорите ничем, да, то есть в голове. Вы сейчас, у вас в голове пространство между электроном и протоном, да? То есть вы говорите о каком-то наличии пространства, вкладывая, подождите, опять вкладывая в него какое-то поле. Вот это неправильно. Его нету, не существует. Я вам объясню. Расстояние не существует или поле? Поле, поле, поле. Поле, понятно, расстояние есть. Понятие поля нету, нету. Расстояние есть, но поле нет. Ну, так это уже основано кинетическими силами. Понятно. Вот эти силы передаются через расстояние посредством шариков или посредством опять какой-то непрерывной штуки? Я не знаю, я не предаю этому ни шариков, ни квадратиков, это все предмет теоретической физики, основан в метро. Я говорю по факту. Вот, по факту у вас расстояние есть, вы сознали. Чем оно заполнено, это расстояние? Я вам объясню, подождите, дайте объяснить то, что вы хотели сейчас сказать. Вы сказали, чем оно притягивается электрон к позитрону. Я вам говорю, что это кинетическая сила двух предметов обладающих массой. Я вам сейчас объясню, что ними не существует, а то, конечно, изначальная кинетическая сила разрыва связей. Понятно, замечательно, как это вы делаете? Чтобы у вас в голове вот это поле между атомом, позитроном и нейтроном, вот это понятие в голове поля исчезло, потому что этого нету. Вот, вот, замечательно. Кинетическая сила разрыва связей. Понятно, понятно. Смотрите, когда мы отрываем именно электрон от позитрона, возникают кулоновские силы, равные 600 электрон вольт, даже в одном атоме. И это кинетические силы массы. Замечательно. Какое поле? Зачем вы тогда вкладываете в голову? Замечательно. Это абстрактное понятие между полем, а только кинетические силы массы. Роман, вот у нас ситуация вот сейчас по разговору, как я ее понимаю. Давайте я скажу, как я ее понимаю, потом вы мне скажете, как вы ее понимаете. Я понимаю так, мы с вами беседуем, выяснили, что у вас поле состоит из атомов, которые разместены в пространстве и между ними есть расстояние. Когда встал вопрос, чем расстояние это заполнено, вы сказали, что там есть объектики дискретные и между ними опять есть расстояние. Я вас опять спрашиваю, чем оно заполнено, это расстояние. И вы мне кинетические силы масс. Так вот, расстояние заполнено силами светлым образом сил, или оно заполнено полем, или заполнено опять частицами. И что будет, когда мы доберемся до самого крайнего расстояния? Оно у вас пропадет, или там будут две поверхности двух частиц? Сознайтесь. Можно ответить? Во-первых, Виктор, вы передернули. Я не сказал ни о каком пространстве между электроном, позитроном и атомами, которому вы сейчас приписываете действия поля. Какой-то фантастики. Ну ладно, я сказал лишь только о кинетических силах, которые возникают и которые структурируют положение этих атомов. И непосредственно позитрона и нейтрона в них. Вот. Ну так я говорю, кинетические силы. Вы должны понимать, что квантовый пульсатор пульсирует. Допустим, если мы возьмем электрон, то его пульсация практически 24 гигагерца в секунду идет. То есть вы понимаете, что этот предмет непосредственно, постоянно, даже находясь в состоянии покоя в любом атоме, имеет свою пульсацию. Мы ее и называем квантовой пульсацией. Фиксируя именно ее, мы и говорим, что это электрон. То есть непосредственно электрон, он никогда не находится в состоянии покоя. И между ним и следующим атомом, и следующим, или даже в одном атоме, между электронами не может быть постоянно пустого пространства. Оно заполнено кинетической силой, созданной имиджи. так, подождите, пространство есть, но оно заполнено силами, правильно я вас понял? Объясняю еще раз. Прибор фиксирует, подождите, я вам объясню, чтобы вы беспокойно. Прибор фиксирует непосредственно перемещение, перемещение электрона с одной точки в другую, с одной в другую. Это и есть квантовая пульсация. Вот когда мы видим на приборском, это перемещение непосредственно электронов в атоме и их структурирует. Понятно. Знаете, вот из-за этого перемещения пошла вот эта вся байда со спиновым этим. Нету никакого спинного. Роман, я вот понял, замечательно понял вашу картину. Я представляю, ну если не так, как вы, может быть, чуть-чуть похуже. Но я представляю. Вот мне вы по-новому не рассказываете. Я тоже не до конца все это знаю, я лишь говорю только сейчас. Вот, вот, вот мне ее не повторяйте, я ее представил. Сразу же представил. Так вот, у вас есть объекты дискретные, которые расположены в пространстве. У вас между объектами расположенными в пространстве есть расстояние. Когда я вас спрашиваю, чем заполнено это расстояние, вы говорите с силами. Да, но кинетическими. Когда они начинают кинетически взаимодействовать, я почему говорю о пульсациях, то есть это частота их взаимодействия. Вот, 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 замечательно. Силы это какой вид материи? Кинетическая. Вот у нас есть вещество, частицы поля и кинетическая материя, да, какая-то? Не пойму, я кашу, которую вы сейчас сказали. А я вот не пойму, когда пространство заполнено силами. Силы есть в пространстве, но заполнить пространство силами, я не понимаю, как. Смотрите, еще раз спокойно. Ага. Любой, возьмем любой атом. Так. В нем есть электрон, но он постоянно находится в своей пульсации. Хорошо. Позитрон противоположная пульсация. Вот видите, вы немножко пропустили, наверное, я не пропустил. Я не пропустил. Я вам физику объясню. Когда у нас позитрон двигается вправо, электрон влево, затем прибор фиксирует обратное расположение, движение. Опять соударение, опять. То есть нас приборы фиксируют. Что такое электрон? Это правое движение, позитрон левое, противоположное. То есть мы фиксируем непосредственно постоянную плюк, хотите назвать так, плюктуацию с конкретной частотой. и она называется как раз, вот это мы и называем фазовые переходы. Замечательно. Ну, что, вы говорите, а между ними ничего не находится, поле находится, как, не надо их держать. Они и так замкнуты, друг от друга постоянно. я просто не знаю, объяснить. Я почему зафиксировал именно их очень четком взаимодействии. Между ними нету ничего. Есть лишь только момент времени, когда они не взаимодействуют, как взаимодействуют. Ну, хотите, на бильярдных шариках это представить? Давайте, вот на бильярдных шариках, самое классное будет. Берем два шарика, ставим на расстояние полметра, берем третий шарик, и вот он долбит в правый шарик, в левый шарик, да? Не, 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 если рассматривать электрон и позитрон, то это два шарика на орбите, на орбите, которые постоянно вот так крутятся, да? Можно, да, это абстрактно и просто, как понимать. Замечательно. Ими нет ничего заполнения, никакого. Вот, берем два шарика конкретных, бильярдных. Электрон и позитрон. Вот, взяли электрон, позитрон, два шарика. Между этими шариками есть расстояние? Более того, у них есть свое орбитальное движение. Замечательно. Вот, между этими двумя шариками поле есть или другие шарики? А, вы забыли о третьей составляющей. Протон. Хорошо. Берем протон. Как он их фиксирует? Не, 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 не надо. Вы сейчас ломаете логическое мышление. Потому что вы оставите его не на знание. Если можно представить, да, то есть, почему они орбитальные? Почему у каждого электрона есть своя орбита, да? Что притягивает их к ней, да, казалось бы? Что такое центр? Поле опять мы какое-то представляем, да? Нам охота представить, тем более теоретической физике охота представить поле, магическое поле, удерживая электрон на своих орбитах. Шиш! Возьмем протон. Какова квантовая пульсация протона и его модуляция? Продолжайте. А, я вам объясню. Квантовая пульсация протона равняется 2,27 умноженное на 10 23 герца. Замечательно, продолжайте. О чем это говорит? Подождите, я вам объясню физику протона. О чем это говорит? Протон пульсирует с той же частотой, с которой пульсирует именно электрон. Но он модулирован. В нем начинает еще в этих пульсациях присутствовать своя частота. Именно вот это 10 минут 20 30 герц. А чему она равняется в момент движения электронного Пожалуйста, завязывайте. Вы понимаете, что это элементарно, если вот так вот это все в конструкции собрать и каждому предмету придать ну просто физическую модель, это элементарно, и они будут стоять на месте, они никуда не денутся. Он пульсирует. Мы фиксируем эту частоту. Стоп! Давайте предметам... Позитрон! Позитрон! Стоп! Остановитесь, Роман! Остановитесь! Остановитесь, пожалуйста! Остановитесь, пожалуйста! Остановитесь! Вы рандомный генератор фактов, который должен сосредоточиться. Пожалуйста! Пожалуйста! Ну пожалуйста! Чтобы мы могли разговаривать, отмениваться информацией, нужно, чтобы информация имела конкретику. Если что-то пульсирует, оно может пульсировать, изменяя свою форму. Теоретический материал не основан ни о чем, точно так же, как Эйнштейновская теория. Не надо здесь теории... То есть мы даже на этом не можем сосредоточиться сейчас. А на чем? На какой-то... Вы произнесли... ...какой-то мысли, которая абстрактная... Вы... подчеркнуть мысль, что вы подразумеваете подпульсирует. Это изменяется форма. Или какой-то другой объект стучится об этот объект. Но я... Зачем мне вам это объяснять? Открывайте любой учебник по квантовой механике. Вам там все черное... Роман, Роман, Роман. Вы озвучили... Озвучиваете тезисы. Я хочу иметь представление, о чем конкретно вы говорите. Вы произнесли пульсация светлый образ или что-то конкретное? Если конкретное создаетесь, меняется форма или что-то стучится по вашему электрону, протону, нейтрону, почему? Что происходит? Меняется форма или что-то по нему стучится? Что-то его стукает? Или он сам форму меняет? Да, для того, чтобы вам вот это понять, все доверяется. Я так понимаю, я хочу, чтобы вы это поняли. Хотя бы ознакомиться с основами ядерной энергетики. Ага, это так сложно, что вам нужна ядерная энергетика, вы не можете сознаться, меняя эту форму или по нему что-то стучит? Так я вам десять раз уже это объяснял. Вы скажите, вы скажите, через расстояние, где нету поля. Вы понимаете физику процесса двух яблок в пространстве, которые будут взаимодействовать. Ну вот то же самое, что вот двое яблоко. Третья сила, фиксирующая их на своих орденах. Я говорил про зубы. Замечательно. Вот берем, давайте три яблока берем. Одно из них протон, другое электрон, третье позитрон. Что? Что-то еще добавить? Убавить? Нет. Что они делают яблоки? Стучат по друг другу? чтобы вам так предметно и так вот уже досконально объяснять, вам надо тогда подписать эти яблоки. Давайте. Положить их посредственно до. То есть электрон, и парим, и ситрон. Что? Это яблоки совершенно другие. Замечательно. Подписали. Взяли яблоко, ананасы, сливу. Яблоко, ананасы, слива. Пожалуйста. Пойдет такая схема? И вот они стучатся вдруг по другу. Для теоретической физики пойдет такая схема. Давайте. Вот что у нас яблоко пульсирует. пульсирует, это оно меняет форму или стучится об ананас? Это вопрос не ко мне, это вопрос к природе, который вам зафиксирует. Вы же у нас глошатая природы, вот, пожалуйста, вы произнесли слово пульсирует. оно стучит и или... Я говорю, о фактах зафиксировали. Вот, вы зафиксировали факт, что оно пульсирует. Я спрашиваю, оно пульсирует стучась или меняя форму свою? Это уже теоретическое действие. Но от этого модель не изменится и физика процесса не изменится. Все от этого изменится. Нет, абсолютно. Расстояние между яблоком и ананасом и сливой есть? Роман. Определенная особь человека захотела, представила, что они там бьются. Замечательно. физика процесса не изменится и природа не изменится. Модель изменится. А другая особь... А вы рассказывайте мне про модель. Это неважно вообще. Есть фан природы Роман. Расстояние над которым... Да, думать над которым... Ну как? Я вам еще раз... Роман. Прямую и противоположную на орбите. Ну как это еще... На орбите значит есть расстояние между яблоком и ананасом и сливой. Есть расстояние? Конечно. Есть. Если ананас является центрально расположенным, является протоном и имеет свою частоту. Хорошо. Замечательно. В связанную... Замечательно. Есть расстояние. Вот яблока к вашему ананасу через расстояние оно... Сила проскальзывает такая вырезлая из-за ананаса сила схватила яблоко или как? Керитическое взаимодействие. Редактор субтитров А.Семкин